Начнем с очень важного события, известия из города Соликамск, Пермского края Российской Федерации. В этом городе находится завод, точнее уже находился завод, который производил разного рода пороха и взрывчатые вещества. И вот на этом заводе сегодня утром произошел гигантский взрыв, над ним поднялось облако, похоже на ядерный гриб. И в результате этого происшествия завод по большей части был уничтожен, от него мало чего осталось. Многие рабочие инженеры погибли там, получили ранения, точное количество пострадавших сейчас уточняется. Почему это важно для нас? Все-таки завод находится довольно далеко и вроде бы никакой прямой связи нет, но это важно вот по какой причине. Война, которая сейчас происходит в Украине, артиллерийская главным образом, и у той стороны, у которой больше снарядов, больше возможности стрелять из пушек, та сторона, она в общем и побеждает. Российская Федерация началась сейчас в последние месяцы очень быстро увеличивать производство снарядов артиллерийских, что соответственно для Украины довольно плохо. Но снаряды, как вы понимаете, когда стреляешь из пушки, это далеко не все. Не менее важны артиллерийские пороха, то есть заряды, которые эти снаряды выталкивают из пушки. Без порохов, без артиллерийских порохов в данном случае снаряд просто не полетит. Нужен порох, чтобы стрелять. А вот с производством этих самых порохов, что артиллерийских, что всяких других, то, что называется бутылочное горлышко. И у российской промышленности, и, к сожалению, у украинской тоже, насколько я понимаю, не все в порядке, не все, слава богу, нужно этих порохов гораздо больше. А мощностей для производства пороха не так много. И быстро создать эти мощности не так-то просто. Там, на самом деле, я думаю, порох там как-то элементарно делается, но вроде бы там целая суперсложная химическая процедура должна для изготовления этого пороха быть. Причем она должна быть очень точная, чтобы порох получить с заранее заданными характеристиками, а не абы какой. Потому что этих порохов оказывается тоже много всяких видов и равновидностей. На самом деле, я впервые с этой историей запомнил ее, потому что очень сильно Гиркин, помните такого международного террориста, который сейчас сидит в российской тюрьме, правда не по обвинениям в терроризме, а совсем по обвинениям в том, что он обидел жену Владимира Путина. Но, в общем, Гиркин еще, наверное, год назад, а может даже и полтора года назад очень сильно начал жаловаться на нехватку, острую нехватку артиллерийских порохов нужного качества в российской армии. Острый дефицит, во-первых, был, говорит, что их просто мало, а во-вторых, низкое качество. Почему? Потому что в российских предприятиях примерно все делается, типа как, абы как, знаете, качество не очень высокое, ну, я думаю, никого не надо убеждать в том, что российское качество, чего бы то ни было, так себе. Стандарты никакие не соблюдаются, формулы химические, там, знаете, где должно все пипеточкой добавляться, там, значит, кто-то на виллах, которыми до этого навоз мешали, там забрасывается какой-нибудь компонент в какой-нибудь чан, где делается этот порох, или уж я не знаю как. Ну, в общем, короче говоря, качество российского пороха оставляет желать лучшего, плюс количество, тоже так себе. В результате снаряды российские часто летят не туда, а иногда просто вообще даже не вылетают из дула пушки. Поэтому, учитывая вот все вышесказанное, старый проверенный завод, производящий пороха, где уже все давным-давно налажено, отлажено, проверено и перепроверено, где стандарты соблюдаются в полной мере, он, в общем, на вес золота. Даже не на вес золота, во время войны он на вес алмазов, наверное. Это супер-пупер-шмупер важное предприятие, без которого все пойдет ковырком. Это важнее, чем танковый завод, потому что танковый завод, вы можете наделать сколько угодно танков, но если этим танкам нечем стрелять, то толку от этого танка примерно ноль. И вот теперь этого супер-пупер важного завода, который изготавливает самую базовую продукцию для войны, то есть порох, этого завода нет. Для Российской Федерации это, конечно, огромная потеря. Не знаю, как они будут восполнять ее, наверняка попытаются построить новые, но, как всегда, сейчас без западного оборудования, без западных технологий получится, скорее всего, так себе. Конечно, у России есть аналогичные заводы в других местах, но вот этот Соликамский завод, как я почитал, он был одним из лучших и старейших в Российской Федерации. То есть вот именно он был тем заводом, на котором соблюдаются стандарты плюс-минус, и соблюдаются технологии, и соблюдается все необходимое. То есть теперь этого завода нет, для России это очень-очень плохие новости, потому что для российской артиллерии, для российских танков, вообще для всего, что стреляет, не то, чтобы совсем не о чем будет стрелять, но меньшее количество снарядов, патронов и всего прочего будет производиться теперь в Российской Федерации. Для них это новости очень плохие, для Украины, соответственно, новости просто шикарные. Я уж не знаю, на самом деле взорвался этот завод сам, или кто-то ему помог, подозреваю, что все-таки кто-то ему помог взорваться. Но в любом случае это происшествие, это, конечно, большой плюс для ВСУ, и очень поможет украинским солдатам, офицерам в перспективе, потому что, конечно, сейчас будет образовываться, то есть вот тот дефицит парохов артиллерийских, о которых говорил еще Гиркин в свое время, он серьезным образом усилится. Еще одна история, тоже важная, тоже указывающая, это как бы отдельный эпизод, конечно, войны, но все-таки указывает на некоторую тенденцию в развитии всех боевых действий и того, куда они в каком направлении, в принципе, развиваются. В Севастополе вчера случилось очень важное, с моей точки зрения, событие. Российские власти объявили, что город обстреляли ракетами, точнее не город, а несколько объектов российского Черноморского флота были обстреляны ракетами Storm Shadow. Все эти ракеты, по сообщениям российской стороны, были сбиты, однако обломки упавших ракет якобы повредили несколько машин и 17 солдат были ранены. Знаете, это совершенно точно, так сказать, примета, что если официальная российская страна признает какие-то потери в результате ракетного обстрела, значит дело было, ну, совсем кисло. Потому что обычно, когда что-то попадает, взрывается, они говорят, мне никто ничего не пострадал, трава, трава там где-то загорелась, все, больше ничего. А тут признали и потерю машины, и потерю солдат, думают, божечки такие, что ж там такое. И вот почти сразу стало известно, ну, по крайней мере, по информации российского телеграм-канала, который, правда, по-моему, где-то откуда-то из стран Балтии администрируется, называется канал ВЧК ОГПУ, и там он почти всегда дает верную информацию. Иногда ошибается, или, может быть, сознательно вводит в заблуждение, но почти всегда информация верная, и давайте я процитирую его сообщение. Источник ВЧК ОГПУ сообщил о массированной атаке ракетами Атакмс, то есть не Storm Shadow, а Атакмс, по позициям российских войск в Севастополе. Об этом губернатор Крыма и военные предпочли отмолчаться, отчитавшись о якобы сбитых Storm Shadow и БПЛА, то есть беспилотниках. Как стало известно, целью для ракет Атакмс были пусковые установки и техника зенитно-ракетного полка ПВО Черноморского флота России, который на данный момент дислоцируется вблизи станции Оленевка Черноморского района, видим на Севастополе. Первые удары начались примерно в 3 утра в результате падения ракет, повреждены и уничтожены как минимум 5 машин ПВО, среди которых КАМАЗ, входящий в состав обслуживания систем противовоздушной обороны, и ГАЗ-66, находящийся в нем радиолокационной системы. То есть в принципе в зенитно-ракетном комплексе самое ценное это, наверное, и есть вот эта самая радиолокационная система, то что она уничтожена без радиолокационной системы, как вы понимаете, комплекс ПВО просто становится слепым. То есть если он может стрелять ракетами, наверное, но куда-то наобум просто в небо. Без радиолокационной системы от комплекса ПВО он пользует примерно ноль. Жертвами атаки, сообщает нам ВЧК ОГПУ, стали больше 20 российских военнослужащих. Число раненых при этом не уточняется, известно лишь, что один из раненых находится в тяжелом состоянии, и за его жизнь борются военные медики. Дальше он пишет, сигнал ракетная опасность продлился более получаса, ближе к 4 часа утра. По данным российской разрядки должна быть еще и атака беспилотниками, однако массированных прилетов БПЛА в итоге не произошло. Сейчас спецслужбы изучают обломки Атакамс и ведутся поиски тех, кто сдал координаты военной техники, потому что удары, цитата, совершались с ювелирной точностью. То есть прилетело опять. Помните, где-то неделю назад была очень похожая ситуация в Луганске, где три сразу российских комплекса С-400, которые там где-то разгрузили, они стояли, ждали отправки на фронт или куда-то на свои позиции, там ракетами Атакамс было уничтожено сразу три вот этих комплекса С-400. Ну, тут надо сказать, что ракеты Атакамс украинской стороной используются не так, чтобы сильно часто, часто, но с такой большой осторожностью, то есть целями бьют прям, если уверены в результате. Но эффективность убийственная просто абсолютно. Насколько я понимаю, в Крыму сейчас и вот как в Луганске было некоторое время назад, планомерно уничтожаются системы противовоздушной обороны, такие стратегические, вот эти С-400, С-300, то есть большого такого калибра, значимые, способные держать под контролем значительные объемы неба над ними. Ну, а после того, как будет расчищена дорога, то есть будут уничтожены вот эти системы ПВО, самое главное, я думаю, после этого будет уже начнется работа по штабам, по складам и, главное, по аэродромам. Может быть, туда же полетят эти ракеты Атакамс, может быть, полетят Стормшедо, потому что Стормшедо, как вы понимаете, ракета гораздо более медленная, чем Атакамс, и подбить ее проще, чем Атакамс. Поэтому, когда будет расчищена система ПВО, все будет уничтожено, я думаю, Атакамс Стормшедо можно будет запускать уже прям пачками, десятками по самым разным объектам. Ну и примером того же, я думаю, можно ожидать и на других направлениях. Однако, оккупированный Крым, конечно, он всегда занимал особое место в сердцах украинских ракетчиков и туда, я думаю, стреляют с особенным удовольствием по российским военным объектам. Использование этих ракет, конечно же, что Атакамс, что Стормшедо не даст мгновенного изменения на линии фронта, но постепенно будет заметным образом подтачивать ресурсы российской армии. И не только ресурсы, но и военные возможности, ослабляя всю российскую армию целиком, а не прям на каком-то конкретном месте. Эффект будет, конечно, не слишком ярким от таких вот прилетов, потому что сейчас мы увидели буквально несколько каких-то мутных видеозаписей, ничего так вблизи там не снималось, но со временем этот эффект будет накапливаться, накапливаться, накапливаться и окажет очень серьезное влияние на всю российскую армию. Потому что, ну, сами понимаете, без авиации, без штабов, без складов, без снарядов, без горюче-смазочных материалов сидеть в окопе, наверное, можно и отстреливаться из автомата, но очень-очень сложно, потому что, когда сидишь в окопе, отстреливаешься из автомата, ты зависишь в большой степени от большого количества событий, людей, действий, которые происходят у тебя в тылу. Если в тылу у тебя ничего не происходит, если ты там один сидишь с автоматом, то, скорее всего, долго ты живым там не останешься на этом фронте. Что касается фронта, ну, давайте сначала про левый берег, который ближе к Крыму и который, как мне кажется, сейчас вот эти операции идут, удары по Крыму, они в том числе идут в рамках подготовки к чему-то, может быть, более серьезному на левом берегу, хотя это, естественно, только мои догадки. На левом берегу Днепра в районе Херсонской области украинские войска уже взяли несколько плацдармов плюс-минус напротив Херсона. Вот что из этих плацдармов, я предполагаю, что в каком-то некотором будущем планируется организовать наступление прямо на Крым, потому что Крым там совсем недалеко, в районе 100 километров от этой местности. То есть, за пару дней танк может доехать. Может быть, даже и быстрее, чем за пару дней, если не будет какого-то серьезного сопротивления. Сейчас россияне там, то есть, они долгое время вообще не обращали внимание на это направление, надеясь на то, что река Днепр не позволит украинцам начать там какую-то серьезную операцию, потому что действительно реку Днепр передалеть суперсложно, особенно, если речь идет о какой-то тяжелой технике, о бронетранспортерах и уж тем более танках. Но украинцы сейчас каким-то образом, я надеюсь, я, кажется, понял, каким образом сумели организовать все так, что даже на левом берегу, то есть на противоположном берегу, они, то есть украинцы себя чувствуют гораздо более вольготно, чем россияне, которые вроде бы этот левый берег контролируют. Смотрите, что пишут о происходящем там сейчас российские источники, я подчеркну, российские, чтобы случайно не выдать какую-то украинскую военную тайну, это вот россияне об этом говорят. Вынужден, автор один из авторов пишет, вынужден написать реальную обстановку прямо сейчас, непосредственно, с мест и без прикрас. Предыстория вкратце состоит в том, что противник, то есть Украина, 18 октября высадил несколько групп специального назначения Главного управления разведки на берегу населенного пункта Крынки, Херсонская область, то есть на левом берегу. Группы эти провели налеты, рекогностировку местности, то есть разведку местности, а на утро следующего дня обеспечили вывод на левое побережье Днепра своего десанта из числа 35-й отдельной бригады морской пехоты Украины. Там морпехи заняли оборону и начали занимать, а также сооружать новые огневые позиции, то есть высадились на левом берегу и начали окапываться там. К исходу 29 октября центральная часть населенного пункта Крынки остается под контролем противника, то есть Украины. Это российский доклад, читаю, напомню. В СУ уже оборудовали огневые точки, в том числе вглубь линии домов Крынок. Так, например, одну из этих огневых точек, которая располагалась в доме, где было пулеметное гнездо, точка была уничтожена только спустя несколько дней, это жалуется вам. Данная огневая точка противника также сорвала одну из попыток россиян закрепиться в населенном пункте, воздействуя на российскую пехоту, предварительно провалив ее в небольшой огневой мешок и зажав солдат российских дополнительно перекрестным огнем. То есть уже подавленная на данный момент, насколько я понимаю, украинская огневая точка перед этим успела наломать дров для россиян, там и перебила какую-то атаку, сорвала российскую на эти самые Крынки. На этот момент южная часть Крынок была не под контролем противника, в настоящий момент продвинуться даже к ней представляется невозможным. Поэтому этому препятствует вражеская артиллерия, то есть украинская артиллерия, которая здесь очень много бьет. По нашей давней традиции, то есть по российской традиции, контрбатарейная борьба с российской стороны практически отсутствует. Также российская артиллерия нуждается в кратно большем количестве боеприпасов, единиц орудий, артиллерия не может также достать до ряда дальнобойных орудий противника, таких, например, как М777. Данные проблемы, конечно, ни в коем случае не являются виной артиллерийских расчетов. И рядовых стал солдат. Это такой реверанс в пользу артиллеристов. Ну что он пишет? То, что сейчас украинские эти позиции находятся в поле, и даже чуть-чуть дальше от этих позиций на левом берегу добивают украинские пушки с правого берега. Соответственно, если россияне пытаются подойти и штурмовать украинские позиции на левом берегу, вот этот плацдарм, то их просто моментально уничтожает артиллерия, которая стреляет из пушек прямо вот с правого берега, то есть из-за Днепра. И поэтому россияне говорят, что мы ничего сделать не можем. Более того, украинская артиллерия аж из-за Днепра добивает до российской артиллерии, которая стоит на том же на левом берегу, и уничтожает ее. То есть, дальности действия украинской артиллерии хватает не только на то, чтобы добить до левого берега, но и для того, чтобы бить в глубину левого берега, где стоят российские артиллерийские орудия. Поэтому они говорят, что нет никакой артиллерийской контрбатарейной борьбы со стороны российских артиллеристов. Дальше он пишет, противник, то есть ВСУ, можете позволить положить десяток до 30 снарядов в квадрат 100 на 100 метров. Если противник не наблюдает наши силы, то периодически простреливает те места, где ранее нас наблюдал, и я так понимаю, что попадает. То есть они где-то прячутся, россияне, думают, что их не видно, но все равно туда стреляют украинские пушки и попадают по ним. Активно, дальше он пишет, активно применяются кассетные боеприпасы, которые просто все выкашивают вокруг. Вот про эти боеприпасы я тоже уже много говорил, действительно, россияне их очень боятся. Американские кассетные боеприпасы в миллион раз более эффективны, ладно, не в миллион, но существенно эффективнее, чем боеприпасы кассетные российские, и россияне очень-очень их боятся. Также часть кассетных суббойприпасов можно обнаружить, идя по лесистой местности, или не обнаружить, и подорваться на них, так часто бывает, пишет вот этот вот российский корреспондент. У россиян прибрежная оборонительная линия, по крайней мере на этом участке, он пишет, отсутствует, прятаться приходится там, где успеешь. У ряда наших подразделений отсутствуют даже саперные лопатки. Впрочем, возможно, выдвигаясь на эту задачу, многие и не предполагали, в какую тяжелую беду они попадут. Вот там вместо слова «тяжелая беда» это я сюда вставил, на самом деле он там упоминает, он пишет, применял очень нехороший матный термин, в общем, говорит, очень все плохо. Саперные лопатки были в основном у тех, кто уже давно понял, что мы находимся вот в этой самой тяжелой ситуации. Извиняюсь за мой суржик, пишет этот корреспондент. Дальше он пишет, на мой взгляд, довольно важную вещь. Может быть, коллеги запорожского направления меня поправят, но, наверное, впервые отмечался действительно рой, то есть множество FPV-дронов. То есть это дроны-камикадзе, порядка 15 штук вместе летели. Также ряд FPV летают в темное время суток, видимо, оборудован тепловизорами или чем-то таким. Дальность их полета и поражения нашей техники подтверждена на расстоянии 12 километров. Работа на 7-8 километров для них вообще не проблема. Также не проблема для них и российская радиоэлектронная борьба, если она тут вообще была. По крайней мере, этого РЭБа, работы его на себе никто не ощущает. Разведывательные дроны, украинские разведывательные дроны, могут спокойно спускаться до верхушек деревьев и нагло высматривают наши позиции. То есть, видите, дроны, их украинские очень сильно беспокоят, особенно FPV, которые уничтожают российскую технику и солдат на глубине 12 километров от линии фронта. Что такое, дальше он продолжает, что такое работа нашей авиации, тут просто не знают с того берега, имеется в виду с правого берега. Могут спокойно работать два танка противника, отстрелять весь свой боекомплект и просто уехать. Эвакуация российских раненых затруднена, про вывоз погибших, он говорит, просто помолчу, видимо, вообще его не осуществляется. Подвоз воды и еды также в большинстве случаев почти не представляется возможным. Голодные сидят и испытывающие жажду солдата собирать что-то из этого, вот это смешно даже. Собирать что-то из этого, то есть из еды, патронов и воды, приходится по местности, из разбросанного имущества уничтоженных машин. То есть российские солдаты уже превратились в каких-то падальщиков. Передвигаясь по местности, можно собрать себе часть боекомплекта с тех погибших, которых оставили здесь. Правда, до стрелкового боя еще далеко. То есть они патроны тоже собирают по трупам, но, говорит, при этом до стрелкового боя далеко. Они не могут подойти к украинским позициям. Как я чуть выше сказал, сразу их лупит туда украинская артиллерия и их всех убивает. Противник с того берега не дает организовать подход. А штурм с нашей стороны порой организуется, исходя из того, что, цитата, вы же спецназ, идите штурмовать. Быстрое и относительно безопасное передвижение здесь возможно больше на багге или на квадроцитле, чем на БТРе или БМП. То есть на маленьких каких-то подвижных штуках легче не умереть, чем на чем-то большом и малоподвижном. Первая проблема кроется не в крынках, а в правом береге именно. Оттуда организовывает украинцы свой огневой контроль и ту плотность огневого воздействия на наши силы, которые нивелируют возможность штурмовых действий ВС РФ на дальнем участке. То есть имеется в виду, мы с удовольствием пошли в атаку, и мы и шли в атаку, но нас всех убивают еще до того, как мы доберемся до украинских окопов. Вторая, точнее первая очередная проблема это вранье. Врут начиная с мест, заканчивая группировкой войск. Дальше он долго и длинно жалуется на то, что очень много вранья в российской армии, но мы тут с автором не согласны, потому что чем больше вранья в российской армии, тем для нас с вами лучше. Управление войсками, о котором говорил Пригожин, я его дальше цитирую, о котором говорил еще Пригожин, отсутствует, тащит ситуацию боевые командиры на местах, войск нагнали много, а толку мало, взаимодействие не налажено, задачи ставят просто хоть бы что-то, чтобы дальше личный состав выйдя из боя порой просто не понимает. Очень неприятно, что 10 дней невозможно выбить противника из части маленького поселка, который отрезан водой и фактически окружен, а противник еще умудряется организовать подвоз и ротацию сил. Чем кончится история, еще предстоит узнать. Все сегодня воодушевлены, то есть вот он на хорошей ноте хочет закончить, потому что был назначен генерал-полковник Михаил Юрьевич Теплинский на управление войсками на Днепре, и что типа он изменит ситуацию в лучшую сторону, надеемся, а пока силы духа и оставшихся в живых и память тем, кто не продолжил держать оружие в нашем строю. Ну и дальше он пишет, что паники нет, но по моим наблюдениям люди пишут, что паники нет тогда, когда она и есть. Ну и еще один автор оттуда же, с того же направления, пишет, что общая обстановка в Крымках остается стабильно напряженной противник, то есть Украина, не имеет численного перевеса, но активно, можно сказать, активнейшее прикрывает свои морские десанты огнем различной артиллерии, в том числе 80-120-мм минометами, танками, 155-мм артиллерии, включая кассетные боеприпасы. С нашей стороны, как обычно, бардак, идите туда, сделайте что-то, складывается ощущение, что командование группировки абсолютно некомпетентно. Ура, отлично. Прикрытие с воздуха, он пишет. Со стороны противника просто зашкаливает применение различной малой авиации в виде дронов-камикадзе и обычных коптеров, включая Бабу-Ягу, которая кидает мины ТМ-62. Противник может себе позволить выделять на каждые 50-100 метров по коптеру для мониторинга обстановки на улицах. Кроме того, они работают конвейером, просто без остановки, меняя друг друга в квадратах наблюдения. Активно работает по легковой и по иной технике с помощью FPV-дронов, то есть вот этих камикадзе, в том числе под боевым машином пехоты. Кроме активной работы своими птицами, противник также активно старается глушить наших птиц, чтобы лишить нас возможности корректировать огонь артиллерии. Не всегда получается поднять МАВИК, маленький дрон, на 30-40 метров. Уже доходит до того, что коптеры ВСУ, внимание, могут позволить себе подлететь к дому, сесть на крышу и просто вести оттуда наблюдение. Мне кажется, это довольно смешно. Работа на земле. В районе активности противника со стороны вооруженных сил России стараются работать различные подразделения, с которыми, как обычно, не знают, что делать. Населенный пункт добрать, штурм, идти на острова. Ну, вы сходите, пишут, как бы, да, вы сходите в район, вам там скажут, что и где, как делать. Обитать между контактами и выходить на линию боевого соприкосновения можно только в сырых и холодных подвалах, где наиболее безопасно. То есть, вы жалуются, что еще что и жить негде. Эвакуация двухсотых-трисотых сопряжена с большой опасностью попасть под плотный огонь артиллерии. Наиболее тяжелых трисотых стараются выносить на себе по 2-3 километра через пересеченную местность. Легких иногда получается... Противник, стоит заметить, что и сам противник не очень активно хочет лезть в контакт на нашем берегу. А зачем лезть, когда вы сами приете и погибаете под огнем артиллерии? Иногда даже отказываются выходить в район. Весь перевес достигается безостановочной работой вражеской артиллерии. Ну и говорят, что они, что ВСУ несут потери. Куда же без этого, естественно, нанесут. Но главное, что россияне совсем ничего не могут поделать по поводу этих плацдармов. Уже половину месяца они только пытаются что-то организовать. Еще не могут даже пойти в атаку. Плюс Россия уже сейчас вынуждена отправлять туда свои резервы, а также своего лучшего, вроде бы, генерала, вот этого самого Теплинского. Его назначили руководить направлением Днепр. Что сейчас делают украинцы? Ну, по сути дела, выманивают на плацдарм, на свой плацдарм на левом берегу. Волна за волной российскую пехоту. Который дал приказ во что бы то ни стало скинуть этот самый плацдарм в реку. Вся эта пехота уничтожается на подходах только. Идет следующая волна, следующая волна тоже уничтожается. Это довольно хитро, довольно эффективно и довольно правильно. Кстати, на хитрость украинской армии в этом районе жалуется еще один российский корреспондент, который там побывал. Вот он пишет. Перед работой танков или артиллерии противник ставит дымы в другом месте с целью отвлечь внимание. Дальше он пишет. Противник использует FPV, то есть дроны-камикадзе, для минных засад. Дрон подлетает и аккуратно садится в засаду. Ждет. То есть дрон уже как люди просто ждет, когда в радиусе действия ВВ появятся бойцы. Взрывного выстрела, наверное. Появятся бойцы. Наблюдение противника ведет с другого коптера. А, взрывной волны, наверное. Наблюдение противника ведет с другого коптера. Также удалось подавить и взять один FPV противника из особенностей батареи у украинских дронов гораздо мощнее, чем у российских. То есть этот плацдарм, надо сказать, для российской армии стал каким-то прыщом, который они чешут-чешут, но он начинает все еще сильнее болеть. Еще вот его до крови расчесывают, он кровоточит, его уже набильником обрабатывают, ковыряют себе и в результат возрастающие потери с российской стороны никакого толку, ничего сделать не могут. Но задача скинуть этот плацдарм в реку поставлена, и они будут туда по-любому направлять дополнительные ресурсы. Однако, в принципе, ничего сделать не могут, потому что правый берег выше, украинская артиллерия бьет дальше, FPV-дроны работают лучше и дальше. Сколько войск не отправляя, все равно будет перемелено и перемолото там. Ну и вспомним удары атакам самими этими ракетами, потому что вертолеты и самолеты скоро россиянам там будут просто недоступны, ну все или почти все будет уничтожено на аэродромах. То есть таким образом россияне лишатся своего последнего козыря в дальнобойности. Сегодня, кстати, ударили россияне по вот этому плацдарму на левом берегу Днепра ракетой «Искандер». Понимаете, с одной стороны, круто, ого, «Искандер» страшное оружие, но если вам приходится для решения сугубо тактической задачи применять оперативно-тактические баллистические ракеты, ценой в несколько миллионов долларов, то плохи ваши дела. Кроме того, я не уверен, что «Искандер» вообще нормальное, годное оружие для решения подобного рода задач. Я много раз говорил и сейчас повторю вообще в принципе, то что вот этот плацдарм против Херсона на левом берегу Днепра, это, на мой взгляд, самое перспективное направление работы украинской армии на всей линии фронта. Я в этом глубоко убежден, хотя, конечно, не являюсь военным экспертом. Ну и еще что хочу сказать. Сейчас идет сбор на дроны для 109-й и 110-й бригад, которые обороняют Авдеевку, как раз на FPV-дроны, вот эти дроны-камикадзе. Если у вас есть возможность, помогите, пожалуйста, задонать деньги на эти дроны. Кстати, у меня не будет никакого доступа к банке, ссылка на который находится внизу в описании к этому ролику. Деньги сразу идут туда ребятам на линию фронта, они уже там ими будут распоряжаться. Поэтому, если у вас есть возможность, задонатьте, пожалуйста, какие-то средства на как раз приобретение FPV-дронов, которые стали реально супероружием в этой войне, вот россияне на них постоянно жалуются. Ну, о том, что происходит в Авдеевке, давайте я уже в следующей части расскажу. В первой части я рассказывал о том, что происходит сейчас на левом берегу Днепра, где украинские плацдармы становятся все больше и больше головной болью, или даже, может, чем-то более серьезным для российской армии, которая, ну, совершенно ничего не может поделать с этими самыми плацдармами и теряет там в огромном количестве войска. Очень похожая ситуация в философском смысле складывается сейчас и в районе Авдеевки. Ну, давайте сначала скажу, что российское наступление было приурочено к вдвижению Владимира Путина в президента, которое должно случиться на этой неделе или на следующей. К этому выдвижению в президента российскому президенту было необходимо получить какую-то серьезную, весомую, знаковую военную победу на фронте. Он приехал сам лично в штаб группировки войск в Ростове-на-Дону и потребовал, вызвал к себе Герасимова, начальника генштаба, потребовал от него любую цену взять Авдеевку в течение там нескольких недель, двух-трех недель. Нужна, говорит, победа любой ценой туда для достижения этой цели, естественно, потому что Путину никто перечить не будет. Нагнали туда огромное количество войск по меркам этой войны, несколько десятков тысяч человек. Очень много техники пригнали, в том числе новые техники. Из новинок, например, туда пригнали огромное количество зэков, российских зэков, отрядов Storm Z, извините. Storm это украинская ракета Storm Shadow, а там где у Украины крылатые ракеты с функцией Stealth, у России бригада зэков с аналогичными функциями. Так вот, множество из тем же названием. Зэков этих туда огромное количество пригнали, а также пригнали Кадыровские отряды, чтобы этих зэков контролировать, чтобы они назад не бежали. Артиллерии тоже очень много, снарядов вдоволь, сделали большие запасы этих снарядов. Придумали достаточно неплохой и разумный план наступления, окружение Авдеевки с двух сторон, но все обломалось, наступление сорвалось, ничего не получается. Сейчас я не хочу говорить, что совсем не получилось, потому что еще сражение не закончено, может быть еще и получится, кто его знает, но на данный момент не получается. Первые несколько дней наступления этого россияне шли вперед, потом их откинули назад в течение нескольких двух-трех дней, потом через 10 дней после начала наступления россияне подтащили резервы и пустили вход уже в резервы, с этими резервами опять продвинулись вперед. Но получилось то же самое, продвинулись вперед и были отбиты назад. Почему? Что пошло не так? Все же вроде было готово. И артиллерийская подготовка была, и много-много танков, и заградотряды, и зэки, все как полагается. Но сорвалось главным образом, конечно, из-за того, что довольно разумно была организована оборона украинской армии, мастерство украинских солдат и мотивация их, конечно, была гораздо выше, чем у оппонентов. В первую очередь, конечно, речь идет о 110-й бригаде вооруженных сил Украины. Они реально молодцы, они очень спокойно, уверенно отбивали волну за волной, идущих на них вот этих вот российских зэков, танков, Сторм-Зет, заградотрядов и чего-то там еще. Потери россиян, я думаю, сейчас уже можно с уверенностью говорить, не менее 10 тысяч солдат и офицеров за последние две недели и плюс пару сотен единиц тех. 10 тысяч это не убитыми, а убитыми и ранеными. Ну, по крайней мере, теми, кто выбыл из боя и в ближайшее время в боях участвовать не сможет. Вот там убитых, я так понимаю, 2-3 тысячи, остальные все ранены. И пару сотен единиц техники. С техникой проще, чем с солдатами и офицером, потому что подтверждение техники есть в фото-видео, где запечатлены сгоревшие танки, БМП, БТР и всякие машины другие. Ну, по сути дела, российская армия там перед Авдеевкой уже на данный момент пережила разгром, хотя будет все равно идти вперед, потому что приказ Путина надо выполнять. В последние несколько дней, вот 2-3 дня, российские войска вперед уже не идут. Уже вроде бы пытаются окапываться и стоять на тех рубежах, которые у них получилось достичь. Но есть уже даже информация о контратаках в уронах сел Украины в этом районе. Но не знаю, насколько это точная информация. Я это подтверждение, к сожалению, не видел. Я видел только, что в Твиттере люди пишут, что вот мои источники там в Авдеевке сообщают, что началась контратака в УСУ. Не знаю, я подтверждение не видел этой информации. Но перейдь будут вперед точно. Еще будут идти, идти, потому что я так подозреваю, что пока с Авдеевкой полностью не разрешится как-то ситуация, либо российская армия не переживет там страшенный разгром, либо она не будет, либо она не получит там какого-то преимущества, либо не выполнит свою задачу, не будет, то есть российские войска будут продолжать наступать, потому что Герасимов не может ослушаться и не выполнить путинский приказ. Хотя сейчас уже на самом деле в полный рост встает вопрос о том, что некому идти в атаку, просто кончаются люди, кончается техника. Кроме того, интересный такой момент, после ударов украинскими ракетами атакам с по Луганскому аэродрому в этом месте гораздо меньше стало вертолетов. С помощью вертолетов россиянам удавалось уничтожать долговременные огневые точки украинцев, то есть бетонные всякие укрепления, но сейчас, когда вертолеты кончились, не сами по себе, что их кончили, наверное, правильнее сказать, то некому этим заниматься, и поэтому россиян гораздо сложнее стало наступать. Как сами россияне описывают все происходящее, давайте дадим слово командиру одного из подразделений, вот этого зэковского подразделения, этого самого Шторма. Он пишет «Этот пост попросили мне написать ребята из моей роты, я не сторонник писать о неудачах и потерях, ибо это работает на руку немцам, немцы имеются в виду, видимо, украинцы, но ситуация сложилась напряженно. Итак, что такое местной штурм? Это штурм силами пехоты без поддержки артиллерии, без подавления огневых точек противника. Почему это происходит? Большей частью из-за отсутствия средств подавлений, то есть нечем стрелять, вертолет взорвали, все, нечем шмалять. Или из-за неумения грамотно распорядиться этими средствами. Когда два полка атакуют рядом, их стык практически никем, ничем не обеспечен. Каждый надеется на соседа. Или у одного есть танки и артиллерии, а у другого нет танков и артиллерии, а приказ взять укрепрайон ВСУ есть. Сейчас на нашем участке складывается так, что мы не можем выйти на дистанцию стрелкового боя». Помните, вот эти чуваки в Крымках, там на левом берегу Днепра, тоже пишут, «Мы не можем подойти, пострелять просто по украинским позициям, потому что нас уничтожают из артиллерии». Вот здесь у них, в Авдеевске, та же история. Пишут, «Сейчас на нашем участке складывается так, что мы не можем выйти на дистанцию стрелкового боя. Нас разматывают из минометов и автоматических гранатометов на подходе. Начинают работать наши танки, и их тут же ищут, уничтожают ФПВ, камикадзе-дроны противника. Отсюда потери у групп на выходе. Это и есть мешной штурм. В самом своем незамутненном виде. Результата ноль. Мы пытаемся договориться с соседями, мол, поддержите нас на выходе, артиллерии. Мы придумываем вундервафлю, чтобы запустить ее к немцам на укреп. То есть вот эти, помните, моталыги, они нагрузят динамитами, отправляют вперед, типа, чтобы оно взорвалось и уничтожило укрепрайон украинский. Но, говорит, нет, не помогает. Нужна просто толковая артиллерийская подготовка. И это все понимают. Даже немцы на нашем участке это понимают. Дальше он пишет, что надеется на то, что вот это уничтожение его подразделений, подразделений соседей, что это, в принципе, часть гениального замысла к руководству в Москве, что, типа, вот когда они все будут уничтожены, тогда в атаку пойдут уже регулярные войска, а не зэки. Ну, тут же добавляют, что, походу, он как бы на это надеется, но не слишком это верит, потому что пишет, главное, чтобы наш полк не закончился, пока идут регулярные войска, и чтобы ребята из заградотрядов не пришли за мной за этот пост. Не знаю, посмотрим. Еще один товарищ его пишет, оттуда же, из Авдеевки, на аналогичную тему пишет, что штурмовые отряды, штурм-зет на Авдеевском направлении, южнее Бахмута, буквально за несколько дней активных боевых действий стачиваются практически под ноль. В среднем уровень безвозвратных потерь, то есть убитые и тяжелораненые, пропавшие без вести, варьируется в пределах 40-70%. Это вообще колоссальные потери, такие вот реально, как у зулусов, во время их стычек с англичанами были такие потери. А санитарные потери, соответственно, от 60 до 30% личного состава. То есть живым не возвращается невредимым, никто, ноль людей возвращается живым и невредимым из этих атак. Во-первых, мы имеем проблему недостаточного уровня подготовки личного состава, вплоть до вопиющих ситуаций, когда людей одевают, заряжают, достаточно убого выдаются оружие и отправляют на передок, потому что подгорают, то есть без всякой подготовки. Во-вторых, критической проблемой является отсутствие должного арт-обеспечения, то, о чем я говорил, в результате чего атаки превращаются в мясные штурмы. В-третьих, имеет место устойчивая практика лишения штурмовых отрядов инициативы в плане выборов. В-третьих, зачастую штурмовые отряды бросают в боль в авральном режиме, с колес без введения в обстановку и предоставления времени на проведение разведки, налаживание взаимодействия со смежными подразделениями. В-пятых, высокий уровень безвозвратных потерь обусловлен объективными трудностями эвакуации раненых с поля боя в условиях преобладания, тем более, господства вражеской артиллерии. Сочетание уже указанных факторов приводит к регулярному разматыванию штурмовых отрядов в хлам, без достижения ими сколь-нибудь значимых результатов. При этом тяжелые потери несут в том числе и более-менее подготовленные отряды. Стоит только разница, что ошметки таких отрядов периодически все же добираются до контакта, то есть до украинских позиций и хоть кого-то забирают с собой. Я в курсе специфического отношения армейского командования к этим отрядам, к зэкам, и отлично понимаю, что по сути это штрафные роты. Однако, если убрать в сторону лирику, мы по факту имеем откровенное нерациональное использование и малорезультативную растрату достаточно мотивированного человеческого ресурса. То есть, как видим, тут россияне сами пишут, что воевать не умеют, что людей своих не берегут, что генералы у них тупые, командования нет, снабжения нет, разведки нет, артиллерии нет. Вопрос у меня возникает резонный, на мой взгляд, так какого же лешего вы пошли на войну? Зачем войну затеяли, если вы воевать не умеете и у вас ничего нет для этой войны? Вы ничего не можете, не готовы? Непонятно. У меня нет ответа на этот вопрос. Точнее, есть ответ, ответ простой, то что штука в том, что Владимир Путин захотел править вечно, и вот только таким способом вы можете обеспечить вечное правление. Но я не понимаю, зачем люди в этом вот эти же участвуют? Те, кто пишут эти посты, те же зэки, вы же понимаете, что вы идете, блин, на верную смерть. Чего ради? Ну зачем? Не понимаю. Но еще раз хочу сказать, что значительная доля вот этого успеха, собственно, оборонительной операции, которую провела 110-я бригада вооруженных сил Украины и соседние с ней подразделения, те подразделения, которые с ней работают, она, конечно, была, успех этот обеспечен в значительной степени FPV-дронами, о чем пишут все российские сейчас обозреватели, говорят, FPV-дроны. Преимущество Украины в этих дронах стало одним из решающих факторов победы украинской, ну, давайте, скажем так, аккуратно, промежуточной победы Украины и под Авдеевкой, и на левом берегу Днепра. Собственно, на эти дроны мы скидываемся, и еще раз хочу напомнить всем, что в описании к этому ролику есть ссылка на банку, там собираются деньги как раз на FPV-дроны для 110-й, 109-й бригады, которая действует там, как раз в районе Авдеевки. Деньги идут непосредственно ребятам туда на фронт, я эти деньги к ним не прикасаю, никаких, ни копейки за этих денег я не получаю, просто рекламирую эту банку, пожалуйста, поучаствуйте, потому что это оружие реально офигенное, оно высокоточное, оно очень дешевое, и одним таким дроном можно, который стоит там, не знаю, 20 тысяч гривен, можно уничтожить танк, который стоит там пару миллионов долларов, то есть обязательно жертвуйте, если у вас, естественно, есть такая возможность, если нет, оставьте деньги себе. Ну и смотрите, что я еще хочу сказать по линии фронта. Сейчас очень много пошло разговоров о том, что линия фронта полностью остановилась, что никакого движения не вперед-назад невозможно, и что Россия, как бы прорвать российскую оборону абсолютно невозможно. На это я вам хочу сказать вот что. Учитывая уровень потерь российской армии, вот и на левом берегу Днепра, и под Авдеевкой, я думаю, заявления о том, что прорвать российскую оборону невозможно, они являются сильно преждевременным. Другой вопрос, что, конечно, идти вперед танковым клином, как это происходит иногда, происходило, наверное, смысла большого нет. Почему? Потому что танки элементарно подбиваются, сжигаются. Самый разумный вариант действий это выманивание российской пехоты, ее перемалывание, выманивание дальше, ее перемалывание. Потому что россияне, понимаете, российская армия устроена так, что если ей дана команда сделать что-то, она не остановится, пока это не сделает, или пока полностью у нее сила не закончится. Вот сейчас у них дана команда уничтожить плацдарм на левом берегу Днепра, это одна команда, и вторая команда это взять Авдеевку. И пока они то или обе эти задачи не решат, или не будут полностью уничтожены, они не остановятся. То есть можно сидеть просто, выманивать их пехоту, перемалывать. Когда у них закончится в какой-то момент пехота, вот тогда уже, наверное, стоит проводить наступление. И сопровождать вот это перемалывание пехоты, конечно же, нужно ударами дальнобойных ракетных сил, то есть те же Storm Shadow, тех же Attack Arms, Хаймерсы, конечно, которые, не будем забывать про них, они тоже очень много работы выполняют и так далее. То есть в принципе, как мне кажется, методика должна заключаться не в захвате территории, не в данном случае освобождении территории от российской армии, а в том, чтобы как можно больше перемолоть войск и техники противника. Сейчас, в принципе, для этого есть условия, и в общем эта миссия выполняется. Кроме того, еще раз хочу подчеркнуть, вот эти ЭВПВ-дроны, на которые мы сейчас собираем деньги, они оказались реально очень эффективным оружием, они скорее всего скоро перестанут быть таким эффективным оружием, потому что найдется какое-то против них противоядие. Но на данный момент, вот прямо сейчас, Россия ничего не может с ними поделать, нет никакой системы защиты, системы обороны против этих ЭВПВ-дронов, поэтому их сейчас нужно использовать по максимуму, пока есть такая уязвимость, пока Россия ничего не может с ними делать, нужно этими дронами просто завалить все, и тогда будет очень хороший результат. Я думаю, что вот именно в этом направлении сейчас стоит думать, развиваться и действовать, хотя, конечно, еще раз повторюсь, я не военный эксперт, я так вижу, я, собственно, поскольку я так вижу, я думаю, что эти дроны полезны, я на них, собственно, деньги пытаюсь собирать, и вас призываю к тому же. Ну и давайте еще по международной повестке немножко пройдемся. Израиль начал наступление на сектор газа, уже наземное, широкомасштабное, сейчас пытаются город газа окружить, и с тем, чтобы потом оттуда выдавить войска. Город газа находится на севере одноименного сектора, что я, как я вижу израильскую политику и вообще израильскую тактику и стратегию в этом вопросе. Сейчас Израилю нужно решить две задачи, точнее, не Израилю, а руководству Израилю в лице премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Первое, нужно удовлетворить жажду мести, которую обуреваема значительная доля израильского общества после массовых терактов 7 октября. Да, нужно отомстить, чтобы людей успокоить, чтобы показать, что мы можем, мы сильные, мы этого так не оставим. Нужно это сделать, нужна месть. Второе, у Биби своя личная задача остаться при власти. Как он может остаться при власти? Только одержав убедительную, стопроцентную, абсолютно очевидную победу, вопросов, то есть после этой войны не должно остаться ни одного даже сомнения, тени сомнений о том, кто победил. Для того, чтобы это сделать, Биби Нетаньяху необходимо, я думаю, и он будет к этому стремиться, выдавить все арабское население из сектора Газа, сначала из северной части в южную часть сектора Газа, а потом из южной части в Египет. Собственно, сейчас именно так и развивается ситуация. Израильское руководство военное объявило закрытой зоной север сектора Газа, потребовало от всех местных жителей, чтобы они оттуда ушли, и когда оттуда люди уйдут или не уйдут, все те, кто останутся, будут приравнены там в северной части к террористам, и начнется массовая зачистка, чтобы не возникали всякие гуманитарные организации, международные и так далее, и всякие средства массовой информации, и активисты по всему миру, там в секторе Газа отключили полностью интернет, телефонную связь, все это, электричества там нет, там нифига не работает. То есть, если там даже и будут совершаться какие-то там нехорошие вещи, об этом мир не узнают. Вот такая вот тактика. Потом сначала очистят таким образом и от населения, и от боевиков Хамаса северную часть сектора Газа, потом Бром тоже самое сделают с южной частью сектора Газа. Два миллиона арабов выдавят в Египет и потом скажут, знаете, из-за того, что вы тут занимались терроризмом, это больше не ваша земля, теперь это наша земля. И аннексируют Израиль с сектора Газа, как в свое время поступил с голландскими высотами, как в свое время поступил с Восточным Иерусалимом. Все, вопрос решен. Конечно, международное сообщество будет возмущаться, говорить, что так нельзя, так нехорошо, это вообще типа там где-то в районе геноцида уже, этнические чистки, массовые депортации. Ну, знаете, Израилю не привыкать к таким обвинениям, он скажет, да-да-да, мы, конечно, сочувствуем, можем даже денег, наверное, выплатить тем, кто был вынужден покинуть сектор Газа, но вернуться вы уже, извините, друзья мои, не можете, потому что очень много от вас было проблем, когда вы здесь жили. Поэтому ступайте на все четыре стороны, ваши проблемы у нас уже вообще не касаются. Я думаю, каким-то таким образом будет завершен этот конфликт. Кто-то, конечно, знаете, если все закончится именно так, то для израильского общественного мнения это будет приемлемый результат. Конечно, там есть некоторое количество левых активистов внутри самого Израиля, которые скажут, что это вообще никуда не годится, такая история, но большинство общества, я думаю, процентов 60-70 скажут, нормально, сойдет. Более того, скажут, вот эта победа, это абсолютно очевидная победа, все дома, которые принадлежали арабам в секторе Газа, то есть в смысле абсолютно все дома, все постройки будут снесены, может быть, кроме каких-то исторических памятников, и там построят новый, красивый, удобный для жизни, светлый, чистый, с просторными улицами город Газа, в который будут жить уже только израильтяне, и никаких арабов там не будет. Я думаю, вот так вот все это и завершится. После такого Биби Нетаньяху будет победителем, победителей, как известно, не судят, то есть она останется при власти, сохранит свою власть, а израильское общество будет в полной мере чувствовать отмщенным себя за те ужасные, абсолютно кровавые преступления, которые совершили палестинские боевики из движения Хамас, напав на Израиль 7 октября. Вот такая будет история, как мне кажется. Ну и еще буквально остается у меня минутка. Хочу сказать насчет спикера американского парламента, нового, то есть Конгресса Майкла Джонсона, который когда сбирался, считалось, что он является противником предоставления Украине помощи, но он уже выступил с рядом интервью, в котором сказал, что не-не-не-не, меня неправильно понимали, я абсолютно точно выступаю за поддержание Украины, за помощь Украине, просто нужно проверять, на что идут деньги, которые мы выделяем украинцам, нет ли там какой-то коррупции. На самом деле, если будут выделяться средства в прежних объемах, но более будет строгий контроль со стороны американцев за расходованием этих средств, то я, например, ничего против не имею, пускай проверяют. Я даже рад буду, если эти деньги не разворовываются, если будут абсолютно и стопроцентно уверены, что эти деньги идут на закупку того, чего нужно или на выплаты тем, кому надо. Идеальный вариант, пускай американцы проверяют, что хотят, я не против, например. Лишь бы давали эти деньги и лишь бы продолжало идти оружие в Украину. Ну а этот чувак, помните, я как-то в одном из выпусков я говорил, что у него будет перед ним выбор либо идти за Трампом, то есть сжечь, побить все горшки с вашингтонским истеблишментом, сжечь мосты, сказать, все, я вас ненавижу, горите вы в аду, я приду к власти, вас всех там, значит, порвут как тузи грелку. Это одна была у него дорога, и другая дорога закорешиться с американским истеблишментом, стать его частью, влиться в него и сказать, вот этих всяких маргиналов, типа Трампа, мы их так давайте метлой поганой отсюда выметим, потому что мы их не знаем, кто они такие. И у нас есть, как у истеблишмента, есть своя повестка, а это в эту повестку входит по поддержке Израиля, поддержка Украины, поддержание НАТО и вообще поддержание активной роли США в мире, потому что Трамп говорит, не надо нам вообще ни в какие дела не в чили влезать, вот у нас есть своя Америка, давайте заниматься американскими делами, все остальное нас не касается. Истеблишмент говорит, не-не-не-не, нас все касается. И, видимо, вот этот новый спикер, Майкл Джонсон выбрал второй путь, он сказал, слушайте, я хочу быть в истеблишменте, я хочу власть, я хочу перспективу стать президентом, я хочу быть большим человеком, важным, я не хочу быть изгоем, не хочу быть человеком, на котором задевлено 90 уголовных дел, как на Дональда Трампа и всякое такое. То есть он решил остаться в истеблишменте и если он сделал такой выбор, то теперь ему, конечно, хочешь не хочешь, волей-неволей будет вынужден он поддерживать Украину и высылать Украине деньги и выставлять на голосование соответствующие законопроекты, чего он раньше делать не хотел, напомню еще раз, не хотел, раньше он был больше такой протрамповский, но сейчас, видимо, его, к счастью нашему с вами, истеблишмент американский перекупил и сделал так, что этот человек теперь будет работать в том числе и на Украину. На этой оптимистической ноте сегодня я уже буду заканчивать, меня зовут Иван Яковина, это радио НВ, не забывайте задонатить деньги на дроны, ФПВ-дроны, если вы можете, для 109-110-й бригады. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами сила и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok